Мне зовут Александра Еличева, я представляю город Невест Иваново. Расскажи мне, это первый конкурс, как ты понимаешь, участие или были еще? Нет, я участвовала в трех конкурсах, в которых одержала победу. Сначала это был региональный конкурс среди девушек, школьниц от 14 до 18 лет. Потом я выиграла областной конкурс Иванская красавица 2017. И потом я выиграла юную красу России 2018. И вот дождавшись, когда мне исполнится 18 лет, я уже пришла на Мисс Россия 2019. Зачем ты всем этим занималась? И зачем девушки принимают участие в конкурсах красавица? Вообще, вы знаете, у меня очень долгая история, связанная именно с этим, почему я пошла. Когда я училась в школе, я была самой высокой в классе, и надо мной все очень сильно подшучивали. Причем не то, что подшучивали, а прям смеялись. И у меня было очень много комплексов, я была зажата, и меня как-то пригласили в модельное агентство, в модельную школу. Я решила все-таки попробовать, решилась на этот шаг, потому что никогда в жизни не ходила ни на каблуках, ни с красивой ровной спиной, всегда горбилась, чтобы сравниться с массой. И в итоге пришла в модельную школу, там начала учиться, меня пригласили на первый конкурс. Я очень раскрепостилась благодаря именно модельной школе, и так у меня все пошло-поехало. Мне это очень понравилось, придавалось стимулу, что действительно я могу быть другой. Поэтому мне это очень нравится. Участвуйте в все эти процессы подготовки, я получаю от этого действительно удовольствие. Если у тебя более неограниченные ресурсы, то что бы ты в первую очередь принесла бы в город Иваново или в Ивановскую область? Ну, наверное, я бы сделала там побольше мест, которые можно бы было посетить. Именно, знаете, не то, что, например, ночные клубы, кино, а вот именно театры, допустим. Потому что у нас он один-единственный, и там не так часто проходят представления. И, наверное, добавила зарплату всем проживающим. Только в Ивановской области? Вообще, я жила в Ивановской области, не в самом городе Иваново, но последние два года жила в Иваново. Нет, я бы вообще всей Ивановской области у меня... Почему бы и нет? Да, щедрая душа. Хорошо. А чего вы вообще тут занимаетесь? Какая атмосфера? Если честно, я никогда не могла подумать, что на конкурсе такого уровня может быть такая доброжелательная атмосфера со стороны девушек, участниц друг к другу. И на самом деле у нас тут все очень хорошо. Я не знаю, наверное, все-таки это многое зависит от преподавателей и именно от нас. Как мы друг другу помогаем, можем посоветовать что-то. И вот действительно нам тут очень нравится, и мы понимаем, что когда мы уедем домой, мы будем очень сильно скучать по этому времени и вспоминать только с добрыми словами. То есть это действительно очень здорово. Супер. Ну и напоследок, ты побеждаешь на конкурсе Мисс Россия, что дальше? Я бы хотела достойно представить нашу страну на мировом конкурсе Мисс Вселенная. И, конечно, потом продвигаться вообще я учусь на телеведущую в Московском центре профессионального образования Останкино. И хотела бы связать свою жизнь с телевизием, хотя я понимаю, что это очень огромный и сложный труд. Но кто не рискует, тот не пьет шампанское. Поэтому я бы очень хотела в дальнейшем благодаря этому продвинуться вот именно еще и в телевидении и стать достойной телеведущей. Спасибо.